Это первый визит Рязанской благотворительной организации в пункт временного размещения в Курске. Привезли постельное белье, средства личной гигиены, в общем, все самое необходимое. Визит, говорят, первый, но точно не последний. Также заедем в боевые подразделения и в наше Рязанское, к нашим рязанским спецназам, там получили от них заявочку. Сейчас, в принципе, можно было показать. Заказали срочно тепловизионные экраны, которые и в ночное, и в дневное время спасают от коптеров противника, в том плане, что закрывают человека. То есть тепловизор, его не видно. Основная проблема, конечно, от вражеских птичек. Также везем средства РЭП на Курское направление. Это РЭП-глушилка, устройство радиоэлектронной борьбы. Здесь 16 каналов. Без подзарядки он работает полчаса. И на все это время он создает вокруг себя 200-метровый купол, в котором вся техника перестает принимать и передавать сигнал. В общем, идеальное средство от вражеских птичек. А потому частенько попадает в заявки от бойцов. В этом месяце третий поедет. Вещь, конечно, дорогостоящая. Это вот то, что сейчас просит вся линия фронта. И на Курском, и на Брянском направлении, и на Херсонском запрос. Ну, вообще все. Все, где идут быть столкновения. Везде острая нехватка. В Курск фонд «Доброволец» приехал в минувшую субботу. В преддверии отправки Илья Корякин говорил, что ни одна поездка не обходилась без приключений. Дескать, дорога есть дорога. Из самого простого как-то перед их машиной фура съехала в кювет, чудом не зацепив. Из самого, в кавычках, «веселого» практически перед ними взорвали мост. До Курска добрались. Следующая остановка – ДНР и ЛНР. Всему фонду «Доброволец» большое спасибо. Спасибо, что нам помогаете. Очень приятно. Как еще раз говорю, повторяю, всегда вовремя приходят. В важной передаче для бойцов, среди прочего, маскировочные сети. Когда наша съемочная группа обратила внимание, что их несколько мешков, Илья Корякин ответил, что это очень мало. Сети нужны всегда. Вот так вот мы ее немножечко подрезаем, и немножечко в разные стороны, Чтобы имитировать природу. Почему нужны ручные сети? Почему нельзя покупать то, что продается там вот в Китае? Можно было бы проще. Проще то, что вот купил и отправил. Ребята просят ручные сети, потому что они не видимы дрону. Потому что материал используем спамбонд, который дроны его не видят. И закрывают и оружие, и все, 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 все. Маскировочные сети полетут прямо здесь, в фонде Доброволец. Приходят представители сразу нескольких близлежащих ТОСов. Сюда же передают сети и другие неравнодушные граждане. Был случай, когда зимой отправили все сети. Была большая гуманитарная миссия в феврале. Белые сети. В городе все сети закончились. Срочно нашим разведчикам понадобились сети закрыть оружие. Нигде найти не могли. Позвонили в Преображенский храм. Девочки сказали, что хорошо, мы сплетем эти сети. Четыре часа. Женщины сидели безвылазно. Сплели две сети. Илье Корякину передали. Он отвез. Ребята дали ответку. Спасибо, вы спасли нам жизни. Это вот, понимаете, это вот очень дорогого стоит. Здесь же в гуманитарной помощи много медикаментов. Например, такие важные ампулы с обезболивающим, которые должны быть в аптечке каждого бойца. Это маленькая, но дорогостоящая коробка. Не только в ценовом эквиваленте. Турникеты, бинты, глушилки, постельные, а также письма и иконки. Последние, кстати, кладут в каждую коробку. Все это собрано рязанцами. Одни приносили лично, а другие помогали деньгами. В фонде Доброволе сговорят, что важен вклад каждого. К тому же заявок от бойцов хватает. Уже формируется новая отправка.